Здоровья, с вами доктор Олег Вадимович Венчаренко, врач-диагноз, натуропат. И в этом ролике я расскажу вам о случае с ложной аллергией. Аллергия это частое состояние в наше время. Современного человека окружает много аллергенов, токсинов, красителей консервантов. Они, конечно же, накапливаются в теле и провоцируют в организме разные рода отеки, реакции на укусы, зуд и так далее. И ко мне обратилась девушка, 26 лет, с рекомендацией своих знакомых, что я могу подсказать, не надо ходить по разным врачам, молодым специалистам, можно проверить все необходимые тесты. И она пожаловалась на то, что недавно ходила в поход и почему-то у нее возникла отек лица, отечность, сильная отечность. Местные, она обратилась в ближайшую поликлинику, которая была, когда они уже вернулись в походы. И сказали, что это у вас аллергия, у нее аллергия и что я посоветую, порекомендую. Но на момент исследования, аллергии на момент исследования не выявилось, было наоборот, значительное снижение иммунодефицита иммунной системы, то есть тестировался иммунодефицит третьей степени, шести максимальной. Я говорю о диагностике вегетативно-резонансного тестирования, которую я использую. И выявлены нарушения работы печени, желудочного пузыря, кишечника, селезенки, хронические процессы в яичнике, токсины в крови, в лимфе и недостаточная работа щитовидной железы. И вот все вместе, вот это состояние, аллергия, как псевдоаллергия. И вы знаете, следует, ну прежде чем лечить, конечно, болезнь, все-таки поставить точный диагноз. Ведь если вот достаточно ее случае начать принимать постоянно антигистаминные противоаллергические препараты, то ее состояние не улучшилось бы значительно, потому что у нее вот эта отечность была вызвана через интоксикацию организма. Вот, интоксикация. Ее нужно было другой подход лечения, именно очищение организма, выведение инфекций. У нее достаточно много, вот и я смотрю сейчас в отчет, паразитарных инфекций. Лямблия, апестерхоз, мекоплазма, хеликобактер, хроническая вирусная инфекция, вирус цитомиалии. Тоже часто причина неправильной реакции иммунитета, это наличие вирусных инфекций. Вирусы в современном состоянии часто не вызывают острых процессов, а вызывают сразу же хроническое течение. То есть вроде бы так у человека температура не повышается, но он ощущает вялость, снижение тонуса, снижение сил. И на фоне вот этого хронического воспаления разные неприятные симптомы. Одно из них, вот какая-то постозность постоянно, отечность на лице, нездоровый цвет лица, вот возникает. И это как раз причина, это хронические вирусы. К тому же вирусы, они сбивают мишень нашего иммунитета, и организм никак не может правильно отреагировать на реакцию с чужеродным объектом. Он может гиперреакцией, вот аллергия это гиперреакция, слишком большой выброс гистамина. Как бы организм хочет локализовать какое-то воспаление, не дать, например, укус, да, укус может быть пчелы или комара даже. И у одних людей отек быстро проходит, а у других почему-то очень долго он становится большим, генерализованным и долго нисходит. И как раз вот это связано с тем, что иммунитет разбалансирован, супрессорное звено иммунитета не может завершить воспаление. И как раз вот нужно разгрузить организм, привести в баланс иммунную систему, и тогда у этой пациентки пройдет вот это состояние такой псевдоаллергии. Если вы хотите улучшить свое здоровье, качество жизни, предупредить болезни, в этом вам поможет курс по оздоровительной медицине и натуропатии. Вы сможете оздоровить себя, близких и клиентов, начать собственную практику. Если вы хотите обучиться медицине, то вам поможет курс обучения по перезонансной медицине. Вы научитесь делать диагностику организма и использовать перезонансное лечение. Если у вас есть аллергия, отечность, постозность, иногда возникает зуд, это признак того, что ваш иммунитет не совсем корректно работает, что-то мешает ему работать. Чаще всего это хронические какие-то невыявленные инфекции, это могут быть и паразиты в кишечнике, простейшие бактерии в желудке и вирусная инфекция. Второе, это наличие в крови невывиненных продуктов метаболизма, ксенобиотиков, разных красителей, консервантов, тяжелых металлов, которые сейчас много в окружающей среде из-за химизации нашей жизни. И нужно просто делать очищение организма, очистка. Как автомобиль мы возим на техобслуживание станцию, меняем каждый год или 10 тысяч километров масла, все фильтра, чтобы двигатель нормально работал. Также наше тело, это машина, которая требует вот такого обслуживания. К сожалению, вот эти принципы техобслуживания, они не исповедуются в нашей медицине. Вот в поликлинику, если вы пойдете, скажите, как мне пройти техобслуживание. Ну, вас пошлют на анализы крови и, в принципе, какие-то дадут общие советы, типа приема витамина С, следить за питанием. Но именно с собой чистки там не происходит. Поэтому люди, они занимаются этим самостоятельно, читая различные книги, проводя самостоятельно какие-то раздуточные дни, голодание. Но в медицине есть такое направление по очищению организма. Это натуропатия, это здоровительная медицина. Вот я как раз занимаюсь этим направлением уже 19 лет. И как раз, чтобы самому этому не заниматься, и всегда есть разные нюансы, когда самостоятельные вот такие чистки, они не всегда бывают эффективными. Вот с помощью доктора, приходите в кабинет в городе Киеве, или есть онлайн-консультация, можно четко выявить, что в организме сейчас плохо работает, как проверить главный фильтр нашего организма, это печень, проверить состояние кишечника, подобрать правильно продукты питания, чтобы не есть те вещи, которые вызывают нарушение пронисаемости кишечника, так называемый дырявый кишечник, дисбактериоз. Проверить, чего не хватает в организме, это дефицит витаминов, минералов, аминокислот, ферментов, проверить наличие хронических инфекций. Все это, конечно же, устраняется с помощью и аптечных препаратов, и трав, и частотного лечения. С помощью частот можно просто подавить размножение инфекций, они не смогут жить в организме дальше. И вот даже просто такое прохождение техобслуживания организма, оно защищает человека на год вперед, намного меньше шансов заболеть простудными заболеваниями, сезонными заболеваниями, в том числе вот сейчас пандемия коронавирусной инфекции, это тот же вирус, и не все им заболевают, а только люди уже с компрометированным иммунитетом, те, которые имеют возрасте, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, то есть уже когда в теле много интоксикации, организм уже буксует, он не может сопротивляться вирусам. Поэтому занимайтесь своим здоровьем, приходите ко мне в кабинет, я помогу вам, либо смотрите вот такие видео, вдохновляйтесь. Всего доброго, с вами был доктор Олег Вадимович Гончаренко. Субтитры подогнал «Симон»!